Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машин и шин. Для вас самые последние новости. Исторические факты из мира шин и автомобилей. Перед началом новостей, как обычно, прошу всех наших подписчиков подписаться на наш канал в Телеграм. Это позволит вам быть в курсе последних событий в шинной и автомобильной индустрии. Извечный вопрос перед зимним сезоном, шипованные или не шипованные, он по-прежнему мучает автолюбителей и шинных экспертов. В своем новом тесте эксперты U-Tech Evil, ранее организация называлась TestWall, но была переименована и сейчас входят в состав группы U-Tech. Они протестировали 9 шипованных и столько же не шипованных зимних шин, традиционно охватив все ценовые сегменты от премиум до бюджета. Главными новинками в этот раз выступают не шипованные Nokia Haccapelita R5, а также в этом тесте приняли участие шипованный Bridgestone Blazac Spike 3, которые еще официально даже не были представлены. Кроме того, для сравнения были взяты зимние шины европейского типа и всесезонные покрышки. Ну и конечно по традиции в список участников были добавлены шины китайских производителей, экспансия которых стала довольно заметной на всех континентах. Тесты как обычно были проведены на льду, снегу, мокром и сухом асфальте также специалисты U-Tech оценили шумность шин, а также влияние на потребление топлива, сопротивление качению. В тесте на управляемость на льду лучшее время круга как всегда было у шипованных шин, где по времени победили Nokia Haccapelita 10. А среди фрикционных шин не шипованных были лучшими Continental Viking Contact 7. Но что характерно, по сумме субъективных баллов лидерам на льду, по управляемости на льду были признаны Michelin X-Ice 0-4 и Bridgestone Blazac Spike 3. У не шипованных шин лидер остался прежним Continental Viking Contact 7. В испытаниях на эффективность разгона и торможения на льду отличились новые Bridgestone Blazac Spike 3. Они продемонстрировали самое высокое продольное сцепление среди всех протестированных зимних шин. Хорошие результаты также показали Nokian, Hankook и Michelin. Обратите внимание, что в разгоне на льду среди не шипованных шин лидировали Michelin X-Ice Snow и новинка Nokian Haccapelita R5. В этой дисциплине Continental Viking Contact 7 были только третьими. Ну и думаю, самым показательным тестом стало испытание торможения на льду со скорости 50 км в час до полной остановки. В шипах сенсации не произошло. Тройку лидеров составили Bridgestone Blazac Spike 3, Nokian Haccapelita 10 и Michelin X-Ice Snow 4. А теперь посмотрите на результаты не шипованных шин Michelin X-Ice Snow и Nokian Haccapelita R5. Они показали длину тормозного пути короче, чем у шипованных Nokian Nordman 8. Парадокс или все-таки недооцененный феномен не шипованных шин? Лично для меня это нормально, с учетом того, что я в зимний период постоянно эксплуатирую не шипованные шины зимние на полноприводном автомобиле. В управляемости на снегу ситуация изменилась. Шипованные шины перемешались с не шипованными, я имею ввиду по ранжиру и по рейтингу, подтверждая равность технических возможностей. Лучшее время круга здесь показали Nokian Haccapelita 10 и Michelin X-Ice Snow. Лучшими по торможению на снегу стали Michelin X-Ice Snow, за которыми разместились сразу пять шипованных моделей. Подтверждая, еще раз хочу сказать, своими агрессивными рисунками, шириной каналов, наклоном этих каналов, преимущество на таком покрытии таких рисунков. В тесте натяговой усилии на снегу шиповки за счет рисунков заняли шесть первых строчек, а самыми эффективными среди них были новые Bridgestone. В торможении на мокром асфальте лидировали шипованные китайские шины Антарск. А шины Динамо очень быстро остановили автомобиль и позволили показать лучшее время круга среди шин для северных широт. На сухом покрытии на первой строчке снова поднялись всесезонные шины и зимние шины европейского типа. Далее следуют нешипованные модели для Скандинавии. Шум в салоне оценивался несколькими пилотами и почти все фрикционные нешипованные модели, кроме Кумхо и Динамо, получили максимальные оценки. Среди шиповных шин самыми шумными были признаны Антарос, Бридштоун, Фалькин и Нокиа. Подводя итоги тестов, эксперты UTekEvil отметили, что конкуренция в этом году была очень сильной среди шипованных и нешипованных шин, а отличия между лучшими участниками оказались незначительными. Стоит отметить, что Континенталь, Мишлен, Нокиа оптимизировали свои шины для самых суровых зимних условий. Ну и подводя итоги вышесказанного, можно констатировать, что выбор типа шин в каждом индивидуальном случае зависит от погодных и дорожных условий, где будет эксплуатироваться шина. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов личный опыт каждого водителя по попаданию в экстремальные ситуации, где шипованные или нешипованные шины так или иначе сыграли свою решающую роль. А Россия по-прежнему остается стороной шипов, где более 70% водителей отдают предпочтение шипованным шинам. Ну и в завершение новость о том, как шинные компании диверсифицируют свой бизнес. Вот компания Континенталь, помимо производства шин и автомобильных компонентов, в последнее время занялась изготовлением обивочных тканей из кофейной гущи. Это вещество, остающееся после того, как европейцы ежегодно варят более 33 миллиардов чашек кофе, является потенциальным сырьем для этого производства. Ну вот и все на сегодня, ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся через неделю. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм и Ютуб, чтобы оставаться в курсе самых последних новостей и новинок шинного рынка. Конечно, посетите наш сайт «Интернет-магазин 4точки. Профессиональный эксперт в области шин и дисков». В электронном каталоге нашего интернет-магазина вы найдете очень широкий и самый большой ассортимент шин и новинок, о которых мы рассказывали в наших новостях. Удачи!